Приветствую вас! Поскольку вы обратились в раздел психологии, то и помочь я вам постараюсь с этой точки зрения, с точки зрения психологии. Как вам правильно сказал коллега, в разделе эзотерики вам ответят более, скажем так, узко на ваш вопрос. А пока, в рамках этого раздела, я скажу так. Значит, вы пишете, что уже больше года вы одни и никаких отношений нет. Вы устали от этого. Какова вероятность построения семейных отношений? Значит, вероятность построения семейных отношений, прямо пропорционально выводам и обработке опыта, который вы получили в результате последних отношений. В результате отношений не только даже сказать самых последних, а в результате всех отношений, которые у вас были и которые закончились. именно обработка опыта, отход от влияния опыта прошлого на настоящие и будущие отношения, на формирование соответствующих выводов, значит, о том, что вы делали, возможно, не так в отношениях с молодыми людьми. и на более четкое направление по идентификации себя как женщина, то есть более явное понимание, что вы можете дать мужчине как женщина, чем вы его привлекаете как женщина, и на более четкое понимание своих слабых и сильных сторон. Соответственно, построение семейных отношений, то есть долгосрочных, значит, искренних, основанных на взаимопонимании и доверии, можно построить лишь тогда, когда каждый из пары получает от отношений то, что он хочет, то, в чем он нуждается. Значит, для этого нужно понимать, что вы хотите вы, чего хочет мужчина и постараться, как бы, прийти к определенным компромиссам между этими двумя полюсами. Далее, о чем нужно сказать дальше, что, как строятся отношения, любые отношения, основанные на искренности, значит, они строятся на выставлении приоритета в пользу любимого человека. То есть, вы ставите приоритет на первое место среди своих желаний и интересов, вы ставите аналогичные таковые у мужчины. А мужчина ставит ваши. И в итоге, путем такого вот взаимного перекрестия приоритетов на друг друга, у вас получаются гармоничные отношения. Для этого необходимо, как я уже сказал, четко понимать, что вы хотите от мужчины, что вам, возможно, мешает построить отношения, то есть раскрыться полностью с ним, как личность, проявить себя. И понимание того, что мужчина хочет, то есть, возможно, лучше понимание мужской психологии. Вот именно в таком ключе вам нужно двигаться с точки зрения психологии, чтобы повысить вероятность построения семейных отношений. Надеюсь, вам понравился мой ответ. Если так, то сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Ну, на этом желаю вам всего доброго и удачи.